Всем привет дорогие друзья! Я уверена, что большинство из вас, точно так же как и я, раньше не готовили на таком тесте. Получаются очень прикольные и практически прозрачные варенички. Мне попались несколько прекрасных картинок на эту тему в интернете, и поэтому я решила вооружиться всеми возможными поисками и сделать именно вот такие вот полупрозрачные, или даже иногда это вообще вот такие вот прозрачные вареники. Они получаются очень нежные и очень вкусные. Конечно же, в начинку лучше добавить что-то такое красненькое, зелененькое, чтобы красиво было и прозрачно. Тесто у нас самое, что ни на есть простое. Это крахмальное тесто. Я буду делать на смеси двух крахмалов. Я еще обязательно попробую делать на одном крахмале, на том и на другом, и посмотрю, насколько более прозрачным получается тесто, если, допустим, изменить на крахмал другой. В этот раз я делаю на смеси 100 грамм кукурузного крахмала и 100 грамм обычного картофельного. Его абсолютно не слышно после варки, что это крахмал. Абсолютно. Тесто получается нежное, вообще как пушочек, невесомое и очень вкусное. Пока у меня закипает отдельно вода, покажу у меня здесь крабовые палочки, маринованный огурец, горошек зеленый отварной, сыр янтарь плавленый и зеленушка. Почему такой набор продуктов? Во-первых, мне показалось, это будет очень интересно. Будет видно прозрачные, через прозрачные стенки вареника и красные крабовые палочки и горошек. Вы можете добавлять все, что вам нравится. Теперь в свой крахмал сделала в нем углубление и добавляю кипяток. Я добавляю в несколько этапов, потому что не знала точно, сколько кипятка мне понадобится. Но мне понадобилось здесь 200 грамм кипятка. И потом я еще немножечко добавляла крахмал на подпыл, когда уже замешивала. Если на данный момент добавлять не очень горячую воду, у нас не заваривается крахмал. А нам нужно сейчас получить такой клейстер. Тогда у нас будет более пластичное тесто и с ним будет удобно работать. Если вы будете добавлять холодную воду, то тесто будет крошиться и будет неудобно. Сейчас тесто еще горячее и оно вот такое вот липковатое получается. Но оно как полежит, оно будет более плотным. Но тоже нельзя ему давать прям очень долго полежать. Это тесто такого не любит. Я немножечко хочу его все-таки подмять руками, для того, чтобы у меня соединились все ингредиенты. И тесто просто потом немножечко отлежалось. Конечно, оно горячеватое. Сейчас еще немножко. И его можно именно сейчас оставить на минуток 5 полежать, для того, чтобы оно подостыло и вам было удобно работать. Но я как человек бессмертный, сразу начинаю по чуть-чуть, по чуть-чуть. Это все-таки не карамель, поэтому в принципе работать можно. Буквально немножечко подминаю тесто. Подпыляю немного крахмалом. Пускай у меня там ушло на подпыл еще вместе с раскаткой моих вареничков. Еще где-то 50-60 грамм, не больше. Накрываю тарелочкой, чтобы не заветривалось. И даю полежать минуток 10, чтобы тесто стало просто тепленьким. Оно хорошенько стало плотнее. Но работать с ним уже нужно начинать. Это тесто не любит, чтобы его там оставили на несколько часов. В принципе, работать с ним нужно потом сразу. Смотрите, оно прекрасно режется, абсолютно ровненько. Раскатываю из половинки теста колбаску и нарезаю ее на вот такие вот кусочки, которые я потом буду раскатывать. Посмотрите, оно прекрасно режется. Я бы сказала, оно такое даже аж хрустящее что ли. Прям очень удобно. Кто работал с полимерной глиной, вообще вам будет это просто за 2 секунды сделаете целую гору вареника. Выкладываю свои нарезанные вот такие вот шарики на досточку, присыпанную крахмалом. И обязательно их накрываю, чтобы не заветривались. Тесто прекрасно принимает форму. Быстро и очень тонко раскатывается. Получается вот такое вот красивое и белоснежное. Прям ну очень удобное в работе, бесподобно. И склеивается потом тоже очень хорошо. Посмотрите, какой тоненький. Чем тоньше катаете, тем, соответственно, будет более прозрачный наш вареничек. Кладу в него много начинки и буду защипывать его на китайский манер. Посмотрите, пожалуйста. Не знаю, как это правильно объяснить. Защипываю. Я вначале беру кусочек с одной стороны и потом кусочек с другой стороны. И подтягиваю, делаю такую вот гармошку красивую. С одной стороны и с другой стороны. И получается поочередно у нас вот такая вот змейка. И это очень красиво. Получается после варки необычные наши вареники. И, конечно, вы можете налепить их и как пельмени, и не важно, как вы их налепите. Но вот так мне показать будет очень интересно. Их можно готовить и на пару. Они прекрасно и быстро готовятся на пару, потому что тесто это хорошо проготавливается и быстро. Начинку лучше добавлять сюда, конечно, готовую, чтобы долго их не переваривать. Я буду их отваривать просто в кипяченой, точнее, в кипящей подсоленной воде. Всплыли, минутку-полторы покипели, и можно снимать. Выкладываю на тарелку, слегка смазанную растительным маслом. Сверху я буду взбрызывать соусом терияки. Мне показалось, именно к такой начинке это будет вообще очень круто. И получаются вот такие вот прозрачные и крутые вареники. Порадуйте свою семью и удивите их обязательно. Это очень просто. Не забывайте, конечно же, поставить палец вверх, и будет много крутых рецептов. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.